с бобром и с енотом не с бобром енот мешает главное чтобы не поссорилась и нот всем огромный привет привет рады приветствовать вас у нас на канале и сегодня мы бы хотели обсудить такую тему стоит ли переезжать в польшу мы уже четыре месяца в польше и у нас уже сложились какие-то свои мысли по этому поводу поэтому хотелось бы поделиться ими с вами для начала мы бы хотели поговорить о преимуществах переезда в польшу и что уже какие бонусы скажем так вы получаете после переезда сюда если говорить о нас наверное самое такое большое преимущество самый большой плюс это конечно здесь мы чувствуем себя гораздо спокойнее и комфортнее потому что последние несколько месяцев нашей жизни в беларуси они были довольно так стрессовые и такой несколько угнетающей обстановке поэтому здесь мы тебя себя чувствуем конечно более комфортно это наверное один из самых главных плюсов которые мы здесь вот на себя ощутили потому что какой-то момент ты начинаешь осознавать насколько это важно чувствовать какую-то защищенность следующее преимущество на который мы сразу обратили наше внимание это то что в польше очень сильно развита инфраструктура здесь очень сильно все компьютеризируется развита очень много онлайн-сервисов в том числе и государственных и это очень очень удобно это очень удобно это чувствуется это очень сильно бросается в глаза когда вы вот приезжаете начинаете с этим сталкиваться очень много каких-то заявлений можно оформлять онлайн и это здорово особенно во время локдауна да это значительно повышает ну скажем качество жизни это тоже упрощает конечно безусловно сюда же можно отнести и велодорожки потому что мы были приятно очень удивлены когда увидели очень развитые ухоженные хорошие велодорожки в польше мы это видели в варшаве да и во вроцлаве тоже есть это очень бросается в глаза и они в принципе ну насколько мы были не конечно были не во всех районах и варшавы и вроцлава но насколько мы могли судить по тем местам где мы были дорожки велодорожки были везде что нельзя сказать про минск потому что там где мы жили в минске там велодорожек не было вообще не могу не упомянуть про дороги в польше очень хорошие дороги в рот слов конечно здесь исключение такое потому что здесь дороги не очень хорошие но когда вы выезжали сброс слова такое чувство что мы попадаем в другой мир не знаем как в других городах но варшава и дорога от варшавы до вроцлава какие-то другие такие крупные дороги по польше они замечательные с отличным ровным покрытием ехать очень очень приятно но мы в замок еще ездили тоже хорошая и следующий момент который хотелось бы отметить это медицина на наш взгляд здесь в польше а медицина по крайней мере частная мы пока сталкивались только с частной медициной и она развита лучше чем в беларуси ну и конечно же небольшим ее недостатком это то что она и дороже чем в беларуси ощущается потому что банальные узи или анализы крови они стоят довольно но для этого здесь существуют всякие виды страховок которые покрывают это поэтому тут как бы такой спорный момент мы рассказывали в предыдущем видео про отчисления в зус и вот как раз таки вот эти вот отчисления в зус они покрывают очень много медицинских услуг но что сами само качество услуг медицинских здесь выше это точно чем в беларуси мы до сих пор под впечатлением от того как прошли наши роды как обходились со мной с нашей малышкой и как все было здорово как слышали наши пожелания и то как мы представляли себе это событие поэтому это очень приятно беларуси мы такого уровня сервис а найти не смогли еще нам очень нравится то что в польше есть очень большие возможности для путешествий потому что здесь есть во первых это евросоюз и если вы переезжаете в польшу то вы сможете ездить по евросоюзу без проблем и это очень классно и еще здесь есть low cost и что является конечно несомненно очень большим преимуществом потому что это открывает больше возможностей для путешествий более бюджетных путешествий конечно вне пандемийное время будем надеяться что пандемия уже совсем скоро закончится и все мы сможем путешествовать и отдыхать ездить разные страны и это очень здорово но сейчас мы иногда вечером просто садимся открываем какой-нибудь сайт с поиском авиабилетов ищем куда можно сейчас слетать по скидкам цены невероятно низкие и просто у нас текут слезы потому что мы не можем куда-то полетать съездить посмотреть отдохнуть нам очень хочется скажем конечно мы в беларуси и когда жили беларуси тоже пользовались лоукостами например но нам приходилось совершать больше передвижений то есть ехать к сначала там вильнюс или в ту же польшу и потом уже лететь куда-то сейчас это очень удобно что лоукосты совсем рядом также хотелось бы отметить то что в польше очень много социальных программ и они на самом деле работают например очень ощущается поддержка молодых семей молодого населения и еще такой плюс я не могу его не отметить то что в польше довольно низкие процентные ставки по кредитам если вдруг вы собираетесь покупать квартиру то гораздо выгоднее купить свою квартиру не снимать квартиру а купить свою в кредит и уже платить деньги по кредиту уже за свое жилье ну скажем тут больше возможности наверное приобрести свое личное жилье если вот например сравнивать с беларусью там возможности все-таки поменьше если вернуться к социальным программам то в одном из наших ближайших видео мы бы хотели поделиться информацией более подробно и про такую программу как 500 плюс на уже на личном опыте это выплаты пособий на детей до 18 лет если все что мы перечислили выше это отвечает однозначно да стоит ли переезжать в польшу однозначно да то сейчас мы бы хотели рассмотреть несколько моментов которые все-таки заставляют надо задуматься не задуматься но вы обязательно обратите на них внимание либо явно эти мысли тоже есть у вас в голове потому что у нас они тоже были и первый конечно из таких моментов это материальный аспект такая финансовая составляющая которая момент который заставляет вас задуматься или засомневаться стоит и ехать или нет у нас всплывал этот вопрос и надо было да надо было решиться как-то потому что возникает очень 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 много вопросов сколько больше все стоит сколько стоит продукты сколько стоит жилье смогу ли я со своей зарплатой например платить и за жилье и за продукты с детьми конечно же этот вопрос всплывает материальные вот это тот самый главный такой вопрос который мне кажется всплывает у всех когда добавляет смысле переезде и у нас часто спрашивают и друзья и в комментариях чувствуем ли мы что мы проседаем финансово упал ли наш уровень жизни ну наверное уровень жизни в целом у нас остался у нас вырос даже выиграть да безусловно если рассказывать про продукты то они стоят столько же сколько и в беларуси но их качество но гораздо лучше чем было там и единственное да конечно мы проседаем потому что здесь нам приходится снимать квартиру причем нас стало больше мы снимаем трехкомнатную квартиру и с хорошим ремонтом поэтому конечно же нам приходится меньше денег немножко откладывать но она того стоит безусловно и конечно особенно поначалу у нас было довольно много трат потому что у нас появился и второй маленький ребенок нам нужно было купить много вещей для него в общем и когда мы заселились уже в квартиру на постоянную основу мы поехали в икею это была очень такая сразу по бюджету да ну и если вообще говорить про цены то в принципе и беларуси и в польше цены ну практически похожи и в том числе и на аренду жилья чтобы было бы легче представить еще один момент который заставляет задуматься а стоит ли переезжать это конечно семья и друзья потому что вся семья и все друзья они остались беларуси она мы переехали просто вот нашей семьей и ну конечно уже прошло много времени нам уже хочется безумно повидаться с нашими родными близкими но сейчас есть определенные трудности с пересечением границы и вот яркий пример нам нужно сделать сейчас паспорт для младшей дочки его проще и быстрее гораздо сделать с территории беларуси потому что мы уже хотим путешествовать но нет у нас паспорта для нашей младшей вот и это очень большой челлендж для нас как туда поехать как потом вернуться потому что на машине скорее всего лена с детьми не пропустят потому что они сопровождающие я был как бы по нашей визе основной заявителя уже лена с детьми сопровождающие то есть мы если выйдем в беларусь обратно она уже в польше у нас вряд ли пустят поэтому тут очень такой ну скажем либо мы можем полететь на самолете туда-обратно но тем не менее это скажем так это не просто это не так просто как просто сел и поехал до очень много возникает вопросов получится и не получится пустят не пустят это сложно поэтому нам очень не хватает общения уже с нашими друзьями и близкими мы бы хотели наверное их увидеть или хотя бы чтобы они приехали к нам в гости но к сожалению такой возможности сейчас нет вместе с нами нам здесь помогает записывать видео наша младшая дочь вы можете иногда слышать ее голос огуканье у нее конфликт с бобром поэтому поэтому извините безусловно я уверен на сто процентов что очень многих пугает неизвестность потому что это новая страна с другим менталитетом и конечно здесь очень много всего неизвестного непонятно какие надо собирать документы где искать жилье и как вообще жить очень много стране да и мы с этим знакомы не понаслышке потому что когда мы переезжали у нас были такие же вопросы лена была на девятом месяце беременности у нас был еще маленький ребенок мы переезжали в страну у нас здесь не было вообще никаких знакомых но тем не менее все получилось очень хорошо и мы исходили из такой у нас была такая мысль в голове что если вдруг вдруг что-то не получится и мы захотим вернуться обратно это это очень классный опыт в жизни это такое приключение которое вы будете вспоминать явно до конца в жизни и вы будете про него рассказывать делиться своим опытом и мне кажется что это стоит того стоит чтобы попробовать ничего не бояться потому что все у вас получится и подводя итог мы как мы уже сказали в польше уже четыре месяца и у нас сложилось уже какое-то впечатление про то стоило ли сюда ехать или нет все ли нам здесь нравится или нет и вот на эти вот все вопросы стоило ли ехать в польшу стоит ли переезжать в польшу в нашем случае однозначный ответ да это стоит того и все эти трудности все какие-то сложности это все решаемо безусловно есть какие-то небольшие минусы скажем так которые заставляют нас ну не то чтобы задуматься здесь наверное но которое мы для себя уже отметили в голове возможно мы когда-то про них тоже расскажем но сто процентов оно того стоило мы рады что мы переехали потому что скажем так те ну может быть маленькие недостатки которые мы находим в чем-то они настолько незначительные есть просто всегда и везде и плюсы здесь однозначно перевешивают и такой наверное совет который бы хотели мы дать а тем кто собирается переехать в польшу это выбирайте хорошо свой город где бы вам было комфортно потому что в польше как мы поняли все города очень очень разные очень сильно отличаются и и читайте смотрите много обзоров ищите тот города который подойдет именно вам потому что вот как для с нашей стороны что-то нам нравится больше во врославе но что-то нам больше нравилось и варшаве и об этом мы тоже хотим записать отдельное видео поделиться своими какими-то впечатлениями так что подписывайтесь на наш канал оставьте звоночек чтобы не пропускать следующее видео ставьте лайки пишите комментарии делитесь своими впечатлениями про польшу если вы здесь либо своими мыслями и страхами всем спасибо за просмотр и всем пока пока